Многих автомобилистов интересует вопрос о том, могут ли автоинспекторы останавливать просто для проверки документов. В интернете сложилось мнение, что это запрещено, и остановка возможна, если только водителя подозревают в совершении нарушения. В сети даже даются советы о том, что не нужно останавливаться и тем более показывать гаишнику свои документы. Но так ли это на самом деле? Разберемся в этом видео. А перед началом рекомендуем вам подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить выход новых полезных видео. Что сказано в ПДД? В правилах дорожного движения, действующих на сегодняшний день в России, есть пункт 2.1.1, согласно которому водитель должен всегда иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО, либо знать номер электронного полиса. Данные документы он обязан предъявлять автоинспекторам для проверки в случае остановки даже при отсутствии факта нарушения ПДД. Таким образом, такая остановка считается вполне легальной и разрешенной. Что говорится в регламенте ГИБДД? Если автомобилисты не хотят верить своему основному закону ПДД, то стоит также рассмотреть и регламент ГИБДД. Но и там тоже сказано, что гаишники могут останавливать транспортные средства для проверки документов водителя и документации на груз в целях обеспечения безопасности движения и предотвращения нарушений. Таким образом, они могут остановить абсолютно любого автомобилиста, даже не показавшегося ему подозрительным. При этом может производиться проверка документов. А при появившемся подозрении на причастность к нарушению ПДД или на нетрезвое состояние и другие предусмотренные законом мероприятия. Например, освидетельствование на алкоголь на месте или направление медучреждения для сдачи анализов. Все это должно быть оформлено документально. Тогда как простая проверка документов не требует никакого оформления. Но в ходе нее автоинспекторы обязаны предупреждать автомобилистов об изменении организации движения на данном участке, появлении опасности на дороге, сложных погодных условиях и тому подобном. Поэтому игнорировать требования сотрудников ДПС водителям не стоит и нельзя. Ведь за это предусмотрена ответственность. В самом лучшем случае за неостановившимся автомобилистом может просто погнаться патрульный автомобиль, который все равно вынудит его остановиться и показать документы. В худшем же возможны разные варианты развития событий. Особенно если автовладелец будет вести себя слишком дерзко и агрессивно. Тогда у гаишников появится вполне резонное основание подозревать его в том, что он, злостный нарушитель ПДД, нетрезвый, перевозит запрещенный груз или совершил еще что-либо противозаконное. Поэтому во избежание неприятностей лучше так никогда не делать. В каких случаях автоинспекторы могут останавливать водителей для проверки документов? На основании ПДД, регламента ГИБДД и практического опыта хочется выделить основные ситуации, когда автоинспектор может остановить водителя для проверки документов. Таких ситуаций на самом деле множество, поэтому приводим их с пояснениями для лучшего понимания. Первое. Для обеспечения безопасности дорожного движения. Такая остановка возможна на сложных участках дороги или в сложных погодных условиях. Второе. В ходе плановых спецопераций. В этом случае водителя также должны отпустить весьма быстро, если не найдут у него признаки нарушений. Третье. Чтобы запретить или ограничить проезд по определенному участку дороги, маршруту, например, во время массовых спортивных или культурных мероприятий, ремонта, серьезного ДТП, стихийного бедствия или в некоторых иных случаях. Здесь автомобилисту также ничего не грозит, если он не ослушается автоинспектора и поедет по разрешенному маршруту. Если ему по каким-то причинам разрешено выезжать на дорогу, на которой введены в данный момент ограничения на проезд, он обязан показать ДПСникам разрешающие документы. Четвертое. Если остановленный автомобиль попадает под ориентировку. Если его водитель действительно ни в чем не виноват, то его быстро отпустят после проверки документов. Ведь мало ли похожих машин ездит по российским дорогам. Да и люди иногда тоже могут быть похожи друг на друга. Пятое. Нужно привлечь водителя в качестве понятого для оказания медицинской или иной помощи пострадавшим или опросить его как свидетеля дорожно-транспортного или иного происшествия. В этом случае автомобилист вправе отказаться от такого содействия сотрудникам ЕБДД. Но при отказе помогать иногда стоит задуматься. Если вы сейчас не помогли другим людям, то, может быть, и в следующий раз, когда вам потребуется срочная помощь, другие также откажутся. К слову, автоинспекторы имеют даже полное право воспользоваться автомобилем остановленного водителя, например, чтобы доставить пострадавших в больницу. Но такое на практике случается крайне редко. Поэтому бояться за свою машину в большинстве случаев не нужно. Шестое. Если есть подозрение, что водитель нарушил ПДД или является преступником. Это самый неприятный факт остановки. Здесь возможно множество вариантов событий. Даже если автомобилист на самом деле ничего незаконного не совершал или не является нарушителем. Но это еще потребуется доказать. Особенно если все указывает против него. Если не считаете себя виноватым, нужно отстаивать свою точку зрения до конца. Иногда такое разбирательство может закончиться быстро, на месте. Но в иных случаях без суда и хорошего адвоката не обойтись. Также можно пожаловаться на действия гаишников, позвонив в вышестоящую инстанцию. Порой это помогает, чтобы водителя быстро и без проблем отпустили. Но стоит отметить, что несмотря на рассказы якобы бывалых автолюбителей, такие ложные обвинения и произвол сотрудников ДПС встречаются не так часто, как принято об этом говорить. Ну а если сами виноваты, то здесь скорее всего придется отвечать по закону. Таким образом, в остановке автомобиля для проверки документов сотрудниками ГИБДД нет ничего страшного. Это вполне законно и нормально. И отказываться, останавливаться или предъявлять документы не стоит. Себе дороже. Если видео было полезным для вас, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, оставляйте комментарий и переходите к просмотру других видео на данном канале.